Здравствуйте, с вами Асьмачка Анастасия и в этом видео расскажу вам о декоративных крысах. Жизни людей и крыс тесно переплелись в то время, когда человек научился выращивать и хранить зерно. Следуя за людьми, крысы распространились по всем континентам. Декоративные крысы очень схожи со своими дикими сородичами, но между ними есть существенные различия. Декоративные крысы более спокойные и менее агрессивные по отношению к человеку, благодаря селекции и как следствие постоянному отбору производителей с нужным набором поведенческих качеств. Дикие крысы ведут в основном ночной образ жизни, у одомашненных крыс это не так выражено. В последнее время все чаще люди заводят декоративных крыс в качестве домашних животных, и это неудивительно, ведь они быстро привыкают к новому хозяину и становятся ручными. Крысы считаются самыми умными животными среди грызунов. Продолжительность их жизни примерно 2-3 года, но при хорошем уходе могут дожить и до 4. Самцы весят в среднем от 400 до 650 граммов, самки от 250 до 450 граммов. Самцы чаще бывают спокойные и ласковые, самки же более активные и игривые. На сегодняшний день выведено много пород и разновидностей окраса декоративных крыс. Чаще всего встречаются крысы белого, рыжего, коричневого, черного и серого цветов. Глаза у этих грызунов могут быть красными, черными или рубиновыми. По форме ушей крысы бывают стандартные, с высоко посаженными, не очень большими ушами, и дамбо, с более округлыми ушами, которые расположены несколько ниже. Помимо крыс с хвостами, бывают бесхвостые крысы. Перед тем, как вы заведете крысу, необходимо изучить информацию по содержанию этих животных и приобрести все необходимое. Не стоит брать крысенка младше пяти недель, поскольку до этого возраста крысята должны находиться с мамой. При выборе прежде всего стоит обратить внимание на внешний вид животного. Здоровый зверек ведет себя спокойно, он шустрый и любознательный. Шерсть выглядит гладкой, блестящей и беспроплешен. На носу и глазах нет выделений, корочек и воспалений. Крысенок должен адекватно реагировать на людей, не быть агрессивным, проявлять любопытство и интерес к людям. Теперь поговорим о том, где приобрести крысу. Вариантов достаточно много. Питомники, заводчики, клубы, зоомагазины, рынки и так далее. Питомник, заводчик и клуб одинаково хороши. В большинстве случаев животные, приобретенные в таких местах, правильно выращены и приучены к рукам. При покупке крысят в зоомагазинах, на рынках и других сомнительных местах, вы можете столкнуться с самыми разнообразными болезнями, поведенческими проблемами и паразитами. Крысы – животные социальные, они любят общение, прекрасно ладят с человеком и со своими собратьями. В природе крысы живут стаями, им необходимо постоянное общение. Поэтому рекомендуется сразу заводить две крысы одного пола. Пара крыс слишком плодовита. Заведя самца и самку, вы в скором времени окажетесь владельцем огромной семьи крыс. А пристроить малышей в хорошие руки не так-то просто. Поэтому лучше всего заводить два зверька одного пола и одного возраста. Желательно, чтобы это были две сестры или два брата. Тогда у вас не будет проблем из-за их привыкания друг к другу. Клетка для декоративных крыс должна быть высокой и достаточно просторной. Ее размеры должны быть не меньше, чем 30 на 40 сантиметров и 50 сантиметров в высоту. Желательно, чтобы в ней было несколько этажей. Расстояние между прутьями должно быть не больше, чем 1,5 сантиметра. Располагать клетку нужно подальше от аппаратуры, батарей и занавесок. Также этим грызунам противопоказаны сквозняки и прямые солнечные лучи. Комфортная температура для крыс, живущих в помещении – 18-21 градус. У крыс должно быть две кормушки – одна для сухого корма, а вторая для свежего. Лучше всего подходят керамические или металлические, но можно использовать и пластиковые, если крысы их не переворачивают. В качестве поилки нужно использовать не мисочку, а специальную автоматическую поилку, поскольку вода в мисочке быстро загрязняется и грызун может промокнуть и заболеть. В клетке должны обязательно присутствовать места для сна и отдыха крыс. Это связано с тем, что крысам в природе свойственно прятаться от хищников. Лучше всего подходят домик или закрытый гамак. Домик может быть деревянный, картонный или пластмассовый. Гамак можно сделать самостоятельно, либо купить в зоомагазине. Можно установить в клетке беговое колесо, но это не обязательно. В клетке обязательно должен быть наполнитель, который нейтрализует неприятные запахи и помогает содержать крыс в чистоте. Самым распространенным наполнителем являются опилки. Главное, чтобы они были не хвойные. Стружка по сравнению с мелкими опилками крупнее, поэтому не пылит и не забивается в нос и глаза. Пыльную и мелкую стружку использовать в качестве наполнителя не рекомендуется. Прессованный древесный наполнитель представлен гранулами или пилетами. Пилеты лучше опилок держат влагу и запах. Однако при полном намокании они разваливаются в мелкую труху. Также этот наполнитель неудобен крысам при перемещении. Может оказаться весьма травматичным для кожи лап. Хвойные гранулы и пилеты использовать в качестве наполнителя не рекомендуется. Древесная щепа на данный момент является неплохой альтернативой всем остальным видам наполнителя. В зоомагазинах она продается в качестве наполнителя для террариумов по сравнительно высокой цене. Найти ее без особых проблем можно также в строительных магазинах под наименованием «щепа для копчения». Щепа не пылит и не раздражает слизистые при условии использования продукта из лиственных пород деревьев. Сено не рекомендуется использовать в качестве наполнителя для крыс. Оно может быть травмоопасно для глаз животных. Кроме того, не удерживает запах и влагу. Наибольшей популярностью у крысоводов на данный момент пользуется кукурузный наполнитель. Он состоит из дробленных кукурузных стержней и бывает трех видов – мелкая фракция, крупная фракция и гранулы. К сожалению, кукурузный наполнитель имеет ряд минусов. Он достаточно шумный, у крыс с большим весом может привести к травмам и воспалению кожи ступней, плохо подходит пожилым, больным и ослабленным животным. При этом он не имеет негативного влияния на дыхательную систему и слизистые. Неплохо удерживает запахи и влагу, а также кукурузный наполнитель совершенно безопасен при поедании. Целлюлозный наполнитель подойдет только для небольшого количества крыс или для засыпания вторым слоем поверх гранулированных наполнителей. К плюсам этого вида наполнителя можно отнести то, что он не гремит, нравится крысам, не травмирует ступни и хорошо впитывает запах и влагу. Бумажные салфетки или полотенца хорошо подходят для использования в клетке, однако они не в состоянии заменить наполнитель, по крайней мере на постоянной основе. Салфетки и полотенца имеют достаточно плохие показатели по удерживанию запаха и влаги, поэтому их нужно часто менять, но при этом они являются гипоаллергенными и идеальны для использования в качестве подстилки в домике. Строго запрещено использовать в качестве подстилки вату, цветные салфетки, тряпки и газеты. Обычно наполнителем засыпают всю поверхность поддона, толщина слоя при этом зависит от вида наполнителя и количества животных. Чистить клетку необходимо в среднем раз в неделю. Самое главное в уходе за крысой – это полноценное питание, основой которого является специализированный зерновой корм. В его состав входят овес, пшеница, ячмень, проса, кукурузные хлопья, семечки, арахис, горох, сухофрукты и различные травы. Взрослая крыса съедает в сутки примерно 1 столовую ложку корма, но зерно в миске должно быть постоянно, а крысам, склонным к полноте, насыпают только 1 столовую ложку корма в сутки. Крысят до полугода ограничивать в еде нельзя. Кроме твердых кормов в рацион животных, нужно включать фрукты и овощи, а именно яблоки, морковь, огурцы и другие. В них содержится большое количество витаминов и минеральных веществ. К тому же эти продукты обладают невысокой калорийностью. Можно давать разрешенные травы, например, календулу, клевер, подорожник, одуванчик и другие. Обратите внимание на то, что этот вид к прикорму лишь дополнение, а не основная часть рациона крысы. Преобладание сочных кормов может привести к заболеваниям желудочно-кишечного тракта и общему ухудшению здоровья животного. Овощи, фрукты и зелень нужно давать каждый день или через день. В среднем 10-15 грамм овощей и фруктов на крысу в сутки. В рационе крысы должны присутствовать в достаточном количестве как растительные продукты, так и продукты животного происхождения. В качестве белковой подкормки 1-2 раза в неделю можно давать вареный белок, нежирную вареную рыбу и гомарус, а также без соли, сахара и приправ, постную курицу, говядину или свинину. Строго запрещается включать в рацион питание декоративных крыс цитрусовые, а также жареная, соленая, острая, сладкая, жирная и консервированная. Поскольку зубы у крыс растут на протяжении всей жизни, для стачивания зубов им необходим веточный корм, например, ветки ивы, липы, яблони или груши. Также можно приобрести минеральный камень, который является источником необходимого строительного материала для костей и зубов. Обязательно в паилке должен быть запас питьевой воды. Воду нужно менять каждый день. Многие владельцы крыс купают их, чтобы очистить их шерсть или избавиться от неприятного запаха, исходящего от животного. Но купать крыс не нужно. Более того, для крыс это вредно. Причиной запаха чаще всего являются или неподходящие условия содержания, слишком маленькая клетка, либо ее редко чистят, или проблемы со здоровьем. Слипшаяся шерсть – это один из признаков проблем со здоровьем и повод обратиться к ветеринару. Мытье в такой ситуации не поможет. Расчесы – это симптом наличия у крысы паразитов, подкожных или накожных, или аллергии. В данном случае крысу нужно лечить, а не мыть. Перхоть для самцов после полутора лет является нормой. Вымывать ее тоже не нужно. После мытья перхоти появится еще больше. Свою шерсть крыса чистит сама. Это и есть основные правила содержания декоративных крыс. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и нажимайте на колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе новых видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok